У художника Анатолия Осмоловского есть произведение, которое представляет из себя квадрат стороной 10 сантиметров, толщину 1 сантиметр, изготовленный из идеального белого и блестящего материала. Это настенный объект, который называется критика состояния стен. Такой критикой состояния стен является любое произведение искусства. Произведение искусства как таковое, поскольку удачно ли или неудачно, но всякое произведение искусства имеет такое дерзновение быть критикой наличного состояния бытия. Знаете, как невеста, как бы критика всех нас, поскольку она самая нарядная и самая прекрасная. И эта критика, что интересно, она всякий раз комплементарна. Она комплементарна к миру и ко мне как к его части. То есть произведение может меня ослеплять как красотка и декларировать мне мое собственное несуществование. Это будет удивительно и прекрасно. Либо произведение может меня прощать как святой и декларировать мне мое наличие. И это тоже будет удивительно, и это тоже будет содержать вот этот эффект счастья, эффект встречи с произведением. То есть произведение как плотина, которая сдерживает некое озеро слез по ту сторону или по другую. И вот здесь, в Пушкинском музее, произошла моя встреча вот с этим портретом Строгановой Жан-Луи Вуаля. И вот этот эффект, о котором я говорю, он был удивительно сбалансирован. То есть, условно говоря, это озеро слез, оно находится и по ту, и по другую сторону этой плотины, этой живописной поверхности, эта девушка, похожая на пейзаж, критикует мир каким-то особым образом, каким-то таким особым равнодушием, которое присуще здоровому организму. Вот есть такое слово кинестезия, это ощущение нашего тела и частей тела в движении или в спокойном состоянии, но вот именно просто ощущение собственного желудка и так далее, то есть вне удовольствия или страдания. И вот когда мы все или не все станем стариками, мы с удивлением и отвращением обнаружим, что мы живы, поскольку у нас есть тело, которое, наконец, чувствуется и чувствуется плохо. Здесь болит, здесь болит. И будем вспоминать с благодарностью то время, когда, собственно, наше телесное существование было отмечено вот этим равнодушием. Не здесь, не там. И, возможно, вот это равнодушие и внимательность, которые есть во взгляде этой девушки, есть вообще свойства современности, современных людей. Однажды у меня было интересное эстетическое впечатление. Это было на выставке Фрэнсиса Бэкона, которая содержала в себе произведения художников прошлого. И попав в комнату, где помимо Бэкона был Рембрандт, два портрета стариков, старика и старухи, я обнаружил, что Рембрандт-то как-то провисает перед Бэконом. Я переводил взгляд с одного художника на другого, смотрю на старческие руки, смотрю на опустевшие глаза, смотрю на вот этих роскошных человеческих животных с безумными и мудрыми глазами. И тут понимаю, Господи, как же хорошо, что я современник этих людей, а не тех. То есть я испытал чувство благодарности, вот эта эстетическая встреча произошла через чувство благодарности, что я имею просто физическое отношение к этому прекрасному времени, где есть вот эти люди. Даже не то, что Бэкон, а вот эти люди, а не те. Это какой-то такой прекрасный мир, как бы я бы в этой девушке жил. Знаете, как вот океанская вода, в ней можно открыть глаза и не будет щипать. Эстетический эффект от встречи со Строгновой можно выразить двумя словами. Привет, современница. Эстетический эффект от встречи со Строгновой